всем привет дорогие друзья во первых хочу сказать большое спасибо за то количество комментариев лайков и просмотров которые вы оставляете к видео на этом канале это невероятно мотивирует и я надеюсь то что в дальнейшем я буду также радовать вас контентом и возможно даже будет что-то новенькое чем я никогда вас на этом канале еще не радовал но на этой неделе в общем-то больших новостей не было поэтому и поводов для записи ежевлога не было но на этой неделе я выделил для себя две темы и одна из них это неожиданное интервью анатолия мечрякова по поводу спортивного директора в локомотиве оно было настолько неожиданным и абсурдным что не поговорить об этом я просто не могу анатолий мечряков какие функции у спортивного директора отдать ему на откуп всю селекционную кампанию ни разу никому не отдам это называется купите себе клуб и тренируйтесь у нас деньги рекламодатели и спонсоров которые задают вопросы как эти средства расходуются они хотят чтобы деньги расходовались прозрачно и без переплат для этого в клубе существует система когда решение принимается не одним человеком а коллегиально из этого решения не выбрасываются спортивные люди есть прекрасный селекционный отдел есть аналитики которые ведут каждого игрока я не хочу чтобы все решения принимал один человек я вас наверно очень люблю но примерно в каждом клубе есть спонсоры и владельцы которые стараются контролировать расход средств на футболистов но при этом все эти клубы не цска не краснодар не зенит не отказываются от спортивных директоров не говоря уж о клубах зарубежных вроде барселона ливерпуля или айнтракта где спортивные директора это чуть ли не такие же звезды как и главные тренеры роль спортивного директора очень велика и нельзя этим заниматься по ходу дела нельзя быть изначально журналистом или руководителем ржд и по ходу дела просто вести переговоры или искать футболистов так не получится и эти слова о том что анатолий мещеряков никому не отдаст бюджет селекционный на покупку игроков говорит о том что похоже локомотив становится некой игрушкой для чего вообще нужен спортивный директор команде это человек который должен обладать необходимыми связями для того чтобы искать футболистов для того чтобы договариваться с ними я полагаю что не василий александрович не анатолий мещеряков такими связями не обладает просто потому что их деятельность никогда не была с этим связана этот человек должен быть постоянно на связи с главным тренером потому что когда он ищет футболистов он должен понимать что он ищет их для конкретного главного тренера по его запросам и человек которого найдет спортивный директор должен подходить главному тренеру это постоянная каждодневная работа и не получится ей заниматься просто левой пяткой потому что у тебя есть доступ в вайскаут или инстат и ты можешь периодически просматривать статистику и видео различных футболистов у нас уже был президент который думал что он лучше всех разбирается в футболе ей так сказал евгений ленорович гиннер да я могу возглавить любой клуб ухты и мы огребли от этого огромное количество проблем и есть ощущение что мы возвращаемся в те времена и те слова над которыми мы раньше смеялись над словами ольги юрьевны про то как она по несколько часов смотрит на ночь футбол и нарезки футболистов которых ей предлагают бред сивой кобылы сейчас это возвращается и превращается в точно такую же действительность как и раньше но это тупиковый путь это неправильный путь я очень надеюсь то что в локомотиве на самом деле выстраивается структура при которой есть селекционеры есть скауты но есть и некая фигура которая контролирует работу этих самых селекционеров и скаутов который говорит о том кого нужно искать как нужно искать на какие деньги нужно искать и договаривается с этими футболистами если же у нас за все отвечает трансферный комитет в который входят люди кроме юрия палыча семина который понимает что то футболистов также люди которые никогда никакой селекционерской работы не занимались это путь в никуда и скорее всего трансферные компании локомотива год от года будут все грустнее и грустнее второй темой недели стала игра казанки и здесь тоже к сожалению все довольно грустно но два хороших момента в игре казанки я для себя все-таки отметил первое это лёша миронов который забил чудесный мяч и показывает то что бить по воротам он не разучился пока игра алексея миронова в казанке оставляет много вопросов к отличнейшим передачам или от голам которые вот он забил в ворота псково 747 добавляется еще и большое количество потерь все-таки найти себя алексея миронова в казанке получается не так просто как он это сделал год назад в молодежном первенстве но будем надеяться что у капитана все еще впереди второй положительный момент это возвращение ивана голланина на поле долго мы ждали ваню и наконец-то это свершилось весь прошлый сезон иван пропустил из-за травмы про которую нам ничего не хотят говорить но я надеюсь что все прошло и слава богу что прошло потому что ваня голланина это один из самых моих любимых футболистов которые вышли из академии за тот период что я за этой самой академии слежу ваня умеет на поле лично на мой взгляд практически все он идеально видит поле он может исполнить такую передачу которую ты вообще не можешь представить он замечательно бьет поворотом да так что никакой вратарь эти мячи не вытащит он очень уверен на поле он может пойти в дриблинг может здорово отработать назад отобрать мяч и тут же разогнать контратаку это один из самых умных футболистов которые выходили из нашей академии сожалению у ваня очень не счастливая футбольная судьба он уже однажды пропускал целый год или даже больше из-за того что по международным правилам он не мог играть за российские клубы когда-то был заигран за какую-то украинскую академию и теперь снова травма которая его выбила практически на полтора года а это огромный срок для молодого футболиста когда ему нужно было играть играть и играть и я уверен что если бы не эта травма мы бы сейчас видели ваню галанина где-то под основой и у нас бы не было боязни например что когда-нибудь уйдет алексей миранчук свою барселону потому что мы бы знали что у нас есть ваня который ничуть не хуже а то и в некоторых компонентах я думаю что мог бы быть получше чем алексей миранчук но будем надеяться то что ваня полностью установился от травмы и теперь с каждым матчем будет прибавлять прибавлять выйдет на свой уровень к сожалению мы уже никогда не узнаем каким бы был ваня галанин если бы не эта травма если бы не тот простой из дурацких абсолютно правил по международным переходам но будем надеяться то что мы все равно увидим классного ваню который даже в своем первом матче выходя на поле псково 747 выдал несколько классных финтов несколько классных передач видно что еще много нужно ваня чтобы набрать свою форму чтобы сыграться с новой казанкой в которой осталось очень мало людей игравших с ними тогда полтора года назад но я все равно верю в ваню и надеюсь то что у него все получится к сожалению сама казанка проиграла псково 747 ключевой момент произошел в середине второго тайма когда виктор демьянов очень сильно упрашивал судью показать ему красную карточку практически минуту ушла на переговоры с арбитром тот не хотел никак но в итоге сжалился и показал красную карточку абсолютно не понимаю действия нашего футболиста зачем нужно что-то доказывает в ситуации когда счет 11 казанку никак не устраивает нужно скорее бежать в оборону отбирать мяч делать следующую волну атаки надеяться что мы все-таки забьем демьянов на мой взгляд действительно не заслуживал желтой карточки за первый фон она показана и ни один арбитр не отменит свое решение только потому что ты ему говоришь о том что ты сыграл в мяч он уже принял это решение он уже показал желтую карточку и отменить он ее не вправе поэтому просто вернись в оборону отработай и сделай так чтобы локомотив казанка получил возможность для следующей атаки а так мы остались меньшинстве абсолютно в нулевом моменте ничего для этого не предвещало шквал атак немножко сбавился хотя мы все равно пытались найти подходы но в ключевой момент в концовке матча нам не хватило как раз примерно одного человека который бы остановил атаку возможно мы бы к этому моменту уже вели в общем казанка потерпела свое первое поражение в сезоне но наверное главное даже не то что мы проиграли проиграли пскову не такой сильной команде но и не слабый где-то середня пфл всегда было и наверное им останется а вот игра казанки она совершенно не радует и даже более того не радует то что глазу не за кого зацепиться на поле в первом тайме по правому флангу бегал денис файзулин по левому флангу максим петров и эти два футболиста 2001 года рождения периодически взрывались проходили кого-то на дриблинге делали неплохие передачи это было что-то похожее на ту казанку которую мы привыкли видеть когда поменяли перерыве максима петрова затем ушел денис файзулин до вышел вани галанин этот прекрасный момент но тем не менее кажется что наша команда стала какой-то рабочей крестьянской очень все академично все не быстро нету никакой резкости никто не может пойти в обыгрыш самое наверное что меня раздражает во всем этом это то что даже на уровне по фл с их защитниками наши крайние полузащитники что денис файзулин что максим петров что зомбалат салагов и крайние защитники и накиньте самохвалов панин они почему-то не могут отдать нормальную передачу штрафную где стоит тимур сулеманов который умеет эти самые передачи замыкать но смотришь на эти передачи они все летят в руки вратарю или когда три человека находятся на линии вратарской передачи абсолютно свободного крайнего защитника почему-то улетает куда-то на угол штрафной где вообще никого нету почему команда псков 747 из одного своего момента на фланге умудряется выжать идеальную подачу точно на голову своему нападающему прикрытому нападающему но вы же обучались этому в академии это же простейший навык который вы должны уметь куда он девается ну будем конечно надеяться на то что казанка возьмется за голову за то что наши футболисты которые вроде как умеют играть футбол начнут это показывать не пятиминутками а на протяжении всего матча это что в обороне наконец все нормализуется я думаю что футболисты немножко думали что обладает каким-то мастерством который позволит им действовать таком медленном ключе использовать те болевые ситуации которые могли создавать но если ты не бегаешь без мяча то естественно футболе сейчас сложно победить у большого локомотива матч воскресенье с динамо будем тоже также надеяться на то что наш новый футболист лука джорджевич сможет выйти на поле показать свой класс по составу я думаю никаких вопросов нету примерно то же самое что мы видели против урала схема работает команда играет здорово но теперь у нас есть запасной футболист лука джорджевич на которого хотелось бы посмотреть в общем болеем за наших ждем воскресенье воскресенье стрим и до новых встреч пока будешь сильнее чем конечно морально физически и вообще абсолютно близкими